всем привет это честный видео обзор видеокарты asus geforce gtx 1080 drop strix оси распаковку эту видеокарту вы можете посмотреть по ссылке которую вас на экране ну почему честный ну потому что расскажу вам все как есть данный обзор не проплаченные компании asus а сделанные мной по моей инициативе из видеокарты куплены за мои деньги но все началось с того что я не поверил своему везению когда получилось оформить заказ на данную видеокарту это при том что первую наверное единственную партию видеокарта скупили за 4 минуты на сайте университета стояла она мне 680 долларов они 950-1600 как убороть на ebay или амазоне после распаковки видеокарты я был впечатлен внешним видом но при детальном осмотре я обнаружил унородный кусок чего-то между радиатором и печатной платы после нескольких аккуратных попыток получилось достать данный предмет которым оказался кусок ленты скорее всего покрывавшие ранее термопрокладку которую клеили на память видеокарты насчет термопрокладок на картинке вы видите фотографии печатной платы видеокарты на данной фотографии красная стрелка и полоска обозначена места отсутствие термопрокладки в тест Whiteस в экземпляре, А в желтом обозначены места отсутствие термопрокладки в моем экземпляре. В моем случае термопрокладка была только в одном месте в красном месте где находится красная полоска. Хочу сказать что из-за дебильной конструкции радиатора термопокладки под цифрами 1 и 5 и не нужны вовсе так как память просто физически никак не соприкасается с радиатором и ввиду этого максимум что им светит в плане охлаждения так это остатки воздушного потока который проходит через радиатор и хочу заметить что данный поток горячий а не холодный так как он прошел через горячие пластины радиатора ну ладно давайте теперь о хорошем начнем с названия asus geforce gtx 1080 rock strix оси ну асус понятное дело бренд часть названия geforce gtx 1080 обозначает принадлежность видеокартам несущих на борту новейшие графические чипы gp104 компании nvidia которые обещают нам нереальную производительность в разрешении 4к и удвоенную производительность по сравнению с предыдущим поколением видеокарт gtx 980 прок это принадлежность к семейству дорогих премиумных продуктов от компании asus к которым принадлежали такие видеокарты как matrix и видеокарты по сей дон линейка видеокарт strix всегда позиционировалась как обычная видеокарта но с более эффективным охлаждением чем эталонные видеокарты компании nvidia а версия strix оси это тоже strix только с более высокими частотами так вот что-то изменилось в компании asus и начиная с видеокарт gtx 1070 и gtx 1080 линейка card strix теперь тоже стала премиумной теперь принадлежит семейству rock далее одна из важнейших особенностей данной видеокарты является факт фотографический чип один из наиболее разогнутых среди всех конкурентов по сравнению с товарной версии этого видео и составляет 1784 мигагерца в оффер-клокерском режиме работы видеокарты а саморазгонный потенциал так называемый boost по чипу достигает 1136 мегагерц данный режим как и некоторые другие доступны в фирменной утилите gpu 3qa который мы сейчас рассмотрим подробнее где находится блок мониторинга различных параметров работы видеокарты такие как частота чипа или памяти скорость вентилятора подаваемого отражения на чип и прочие данные итак по усилили оберклокерский режим работы данный режим видеокарты настроен на частоты 1784 мегагерца по чипу и саморазгонный потенциал по чипу достигает 1936 мегагерц в игровом режиме частота видеокарты составляет 1759 мегагерц а саморазгонный потенциал достигает 1898 мегагерц в тихом режиме так называемый silent чип работает на частоте 1720 мегагерц память во всех режимах работает на частоте 1010 мегагерц также доступен режим работы мой профиль в котором вы можете настроить работу видеокарты по своему желанию но не советую это делать неопытным пользователям во избежание нестабильной работы видеокарты во вкладке инфо верхнего меню можно увидеть подробную информацию о видеокарте а во вкладке инструменты вы найдете ссылки на утилиты xsplit broadcaster и аура xsplit broadcaster это программа предназначена для потока вещания видеоконтента а аура программа для управления цветовой подсветкой идет а ну и добавим ложку дегтя в бочку с медом хоть данная видеокарта и самая разогнанная среди всех но это не значит что она самая производительная используя данные интернет-ресурсы hardware2.ru полученные при тестировании видеокарт gtx 1080 различных производителей можно сказать что strix oc в большинстве случаев проигрывает своим конкурентам и является хорошим средничком теперь поговорим о внешнем виде карточка самая стильная среди конкурентов с включенной фирменной подсветкой аура превращается в то что определенно радует глаз но правда только тогда когда у вас третий стенд или прозрачная боковая стенка корпуса а сам корпус стоит на столе а во всех остальных случаях это бесполезная вещь за которую вы существенно переплачивают особенно накрывает печалька тех кто снимает все это убранство и ставит водоблок для жидкостного охлаждения карты так давайте подробнее поговорим о подсветке вся эта красота управляется специальной утилитой которая просто в использовании первый режим называется статический диокарта светится одним конкретным выбранным цветом само свечение имеет широкий цветовой спектр а также дополнительно можно настроить яркость свечения можно не заморачиваться и выбрать белую подсветку также регулируемый по яркости свечения второй режим работает как мерцание с затуханиями третий режим быстрое мерцание четвертый режим это поочередное свечение всеми возможными цветовыми оттенками также из два специальных режима первый из которых подстраиваются под темп музыки играющий в данный момент на компьютере вот пару примеров трой режим работает по алгоритму температурной зависимости от нагрева чипа видюхи режиме минимальной нагрузки карточка светится зеленым а под нагрузкой цвет переходит в красный ну а теперь поговорим про мой экземпляр мне не повезло как и немалому количеству людей которые купили эту видеокарту проблемы в полу или в системе питания наверное в том и в другом сразу давайте посмотрим на отзывы людей вы видите статистику что недовольные данные видеокарты порядка 36 процентов людей могу сказать вам точно вот их людей намного больше как минимум мой отзыв не публиковали и я подозреваю что и многих других просите почему да потому что всем магазинам нужно дружить поставщиками и производителями вы получать лучшие предложения а также чтобы при закупке товара он не лежал на складе а быстро продавался моем случае под нагрузкой видеокарта так просаживала мой мощный 850 ваттный блок питания фирмы corsair словно уходил в защиту и компьютер перезагружался в некоторых случаях это происходило после 15 минут игры а в некоторых случаях буквально сразу после прогрузки игры для устранения проблемы я предпринял различные действия понял что проблема злозначена не в операционной системе а как была установлена специально новая пациента система затем обновлено и потом установлены новые самые свежие драйверы уже то него проблема с носителем на котором стояла система или на котором были установлены и игры потому что новая перепробно была установлена на совершенно новый ссд а некоторые игры запускались еще одного cyz executive однозначно проблема не в блоке питания так как средыдущие донкарты Math asus geforged 680 стриксов все проблем не было да и самого облако питания хватает с запасом 200 ватт для данной видеокарты. Исходя всего этого я не смог провести полноценное тестирование, но некоторыми результатами могу поделиться. В общем с тестированием ничего не вышло и видеокарта уехала обратно продавцу. Субтитры создавал DimaTorzok